Кришнаиты Кришнаиты – тоталитарный деструктивный культ, сектор, использующий для вербовки адептов неэтичные технологии манипуляции сознанием и искажения традиционных духовных установок бытия. «Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире». Первое послание святого апостола Иоанна, глава 4, стих 1. Даруй за добро, горячий. Да, друг, даруй за добро. А кто это, дорогие? Ученые. А что за ученые? Ученые-теисты. Атеисты? Теисты. А, атеисты. В общем, за Бога. А именно? Шашки-уара? Да, грузин. Грузин или индус? Грузин. Точно, ты уверен? Грузин? Слушай, братишка. Братишка. Так, ну, короче, книгу, хорошо, беру. И что? Просим, что-нибудь от души пожертвовать, друг. Есть копейка, на доброе дело, на печать, на развитие, так сказать. Чурлосов у нас на регистрации. Что, Кремль даже, звезды, да? Да, да. Что, пятиконечную звезду допускают теисты? Не понял. Пятиконечную звезду теисты допускают? Как ты думаешь? Смотри. Как ты, короче, нестыковочка? Ты же знаешь, чья звезда? Кто за ней стоит? Кто стоит? Ну, кто? Богоборцы. Богоборцы. Да. А как же, научный теизм, книжка, а заголовок? Как это понимать? Что-то не стыкуется. Что-то он тут там... Не понял. Ну, заголовок, научный теизм, то есть, а верю в Бога. А здесь же красная звезда, Кремль. Что не орел-то дали там, или не знаю. Ну, или Кришна, допустим. Ты же Кашнаиты, да? Да, друг. Как? Кашнаиты, да? Началось все красиво, да, закончилось вот так. Слушай, а у тебя есть, скажи мне, я уже устал, я все на вас попадаю. Смотри, вот я от этой организации, допустим, вот стоишь на улице, там, красная, там, какая-то, там, да, вот где-то стоишь. И, короче, вот ты выдаешь эти книги. Тебе дали централизованную эту организацию, давать я бумажку, что ты вот такой-такой-то стоишь и выдаешь книги, или нет? Тебе должны быть... То есть есть такой закон, яровой такой закон, когда ты должен, если ты стоишь, ну, неважно, правило, странно, где там, где ты стоит, то тебе говорят, там, Петров, Иван Петрович, на этой улице, он их представляет наше движение. Как бы у тебя этого бумажки нет. Я знаю, но мы же не продаем их. Ну, вот ты сейчас не вручу, даешь, уже совершаешь пенсионерскую деятельность, как бы, и просто же это пожертвование. Пожертвование, это другое. Ну, а я, видишь, я тебя зафиксировал, понимаешь, что я сейчас могу вызвать полицию, и мы с тобой поем в отдел, я думаю, с этим отделом, и так далее, и тому подобное, понимаешь? Другой стороны, у тебя есть прописка краснодарская? Краснодарская нет. Нет, это нарушение, то есть ты не должен быть в детстве, в прикреплении, у нас идет сейчас спецоперация, это второй момент. Да, я понимаю. Ты имит военнообязанный? Ты военнообязанный? Нет. Ну, в армии не был? Нет. Ну, военкомат тебя не ищет? Точно? Ты сколько лет? Ты по болезни какой-то? У тебя военного билета нет? Есть военный билет, но я сам вообще не... не Российской Федерации гражданин. А какой? А, ты в Беларуси. А, ты в Беларуси? Да. А что ты здесь делаешь? А? А что ты здесь делаешь? Именно вот миссионерствуешь? Да, да. Просто я к тому, что я настроен очень так, осторожно, скажем так. Да, да. И я тебе предлагаю все-таки покинуть это место, блин. Или я вызову сейчас полицию. Я понял. Ну ладно, ну пойдем вместе тогда. Покидаешь место, пойдем. Просто ты нарушаешь закон. Я вот, блин, я уже... Ты пятый кришнаториналит, который... Ну вот тоже, поверь, как бы, ну ситуация острая. Мы сами за законы. В стране идет война, как бы, да. И вот такая ситуация. И вдруг вот ты без прописки, без регистрации, стоишь в городе Краснодаре, вручаешь литературу, нарушая закон гировой. Вот, по идее, это как бы букет уже административок, там, тысяч на сто ты поедешь, ну, как бы, ну, понимаешь? А не оплатишь, будешь сидеть там в ВВСе. Вот, я, ну, я не такой, чтобы там, но я просто тебя предупреждаю, блин. Вот еще раз. Я уже просто устал. Мы уже ролик, четвертый ролик снимаем про кришнаитов на улице Красной. Недавно байкер был, мотоциклист. До этого был и с яблоком ходит, яблоко дает и потом сейчас разговаривает. То есть вы, конечно, молодцы, что технологии используете новые, но, блин, вы же не, это же не кришнаитская страна, она православная. Она была такой всегда, понимаешь? И ты представляешь интересы чужеродной организации, связанные, по сути, с госдепом США. В условиях спецоперации, ну, как нет? Ну что, мы не знаем, что такое индуизм? Ну, индуизм, классический индуизм, в Ашнавов там и не было в помине, как бы, мы говорим об индуизме, о ведах там и так далее. Вы как бы, ну, не вы, ты, ты, человек, который попал в сети, а в целом эта кришнаитская, она незаконна, по сути. Она не является, это неоиндуизм, это не индуизм классический. То есть это извращение классической религии. В любом извращении религии, в исламе, в христианстве стоят, ну, госдеп, англосакция, скажем так, это Великобритания и США. То есть ты представляешь действие в Великобритании и США, это я тебе говорю как эксперт, я врач-психиатр, занимаюсь секторами много лет, понимаешь, только я полише протестантами занимаюсь, но так получилось, что как-нибудь на красную все время мне предлагают книги, как бы, ваши ребята. И я все время рассказываю людям, что такое... Ни в коем случае не представляем западные идеи. Мы в наших книгах об этом пишем, друг. Ну, ты же рассказал, вы же раскалываете, раньше была единая соборность, единый православный народ был, понимаешь? Ты же, наоборот, за объединение. Ну, какое объединение может быть под кришнаистским флагом? Ну, никакого, понимаешь? Это же международный флаг кришнаистский, он же международный, правильно? Ну, же нет, это международное сознание Кришны, оно международное. И христианство тоже международное. Православие, оно восточного обряда, оно чисто византийское. Православие, да. А раньше народ был православный. А вы представляете, если международная традиция, вы как бы растворяете нашу духовность русскую, понимаешь? Нет, мы не растворяем. Ну, как раз... Мы, наоборот, так сказать, за соединение православных людей. Ну, как оно нужно соединиться на кришнаистской базе, скажи? Не то что... Ну, платформа это... Не на нашей базе. Платформа это христианская. Мы не выдвигаем на том, что вот на нашей базе все будут так сказать. Ну, автоматически вы продвигаете свою идею. Идею ваших руководителей. Мы не продвигаем свою идею. Ну... Ты же книгу эту читал. Мы продвигаем общую идею. Этеистическую. Ну, она это... Ну, это икумендин тогда. Общая идея, это когда единая мировая религия. Дальше конец света после этого наступают по всем книгам, понимаешь? То есть продвигая мировую религию, ты как бы тем самым приближаешь конец света. Вот такая ситуация. Ты должен понимать степень ответственности за то, что ты делаешь. И я эту степень ответственность понимаю. Поэтому я, в принципе, стараюсь так, чтобы у вас на улице Краснодара как минимум не было. Потому что я понимаю, что за вами идет деструктивная сила. Ну, это сто процентов. Ты молодой еще не понимаешь. Я много лет как бы занимаюсь сектами. Понимаешь? Мне тебя жалко. Ты не враг мне. Враги те, которые тебя запутали в это все. И поэтому ты критическое мышление включай, лучше бы ты домой ехал, чем здесь вот это миссионерство. Потому что реально люди с операцией все более и более обостряются. И иностранными агентами являются секты. Это все понимают. Понимаешь? Поэтому я тебя просто по-хорошему прошу. Мне некогда сейчас опять. Полиция там. Пожалуйста, отойди с Красной как бы. Не надо. Сегодня у тебя не получилось. Не получилось. Понял. Ну, ты сейчас все равно будешь раздавать. Сейчас я уйду, ты будешь раздавать. Правильно? Я ж тебя не убедил. Если ты меня по-человечки попросил, я уйду. Ну, я надеюсь. Хотя бы не сегодня. Сегодня сделай паузу. Ну, если еще раз попадешь, я буду полицию вызывать. Ну, вот так. Опять. Ну, опять. Ну, я не знаю. Два дня прошло. Три, как сделали ролик. И опять кришнаиты. Ну, друзья. Я не знаю. Это какая-то атака просто идет. Ну, в конце концов. Что-то надо делать с этим. Ну, реагируйте вы другие люди. Как-то фиксируйте это все события. Ну, вот по-человечески сейчас парню объяснил опять. А дальше как? Что? Как их вообще остановить? Надо законы менять, друзья. Ну, вот. Опять Краснодар. Родной. Город последние годы. Ты что? Хе. Куда мы катимся вообще? Давайте действовать вообще вместе. И тут. Останавливай эту экспансию. В части о миссионерской деятельности регламентируют религиозную деятельность, направленную на вовлечение людей в религиозную организацию или группу от лица организаций. В таком случае вовлекающий в случае секта вербовщик должен иметь с собой определенный документ и всегда быть готов его предъявить интересующимся законностью выхода на улицы миссионеров или вербовщик в случае сект. Спрашивайте следующие документы дающие права на уличное миссионерство. Один из. Официальный документ религиозной организации, подтверждающий что является ее руководителем. Документ, удостоверяющий факт священнослужения в традиционной религиозной конфессии, зарегистрированной Минюстом России. Документ, удостоверяющий факт присутствия лица в каком-либо коллегиальном органе религиозного объединения. Приходской совет, пасторский совет, пресвитерский совет, совет старейшин или иное определяемое уставом или внутренним определением религиозного объединения. Прямой документ, уполномочивающий уличного миссионера заниматься миссионерской деятельностью от лица религиозной организации. Закон Ировой применительно к религиозной группе, не к объединению. В данном случае уличный миссионер обязан иметь паспорт и документ на его имя, подтверждающий полномочия заниматься миссионерской деятельностью от религиозной группы, выданный уполномоченным на то советом данной группы с подписями всех его участников. Как правило, у уличных вербовщиков с сектой нет с собой никаких документов, подтверждающих их право на раздачу литературы в этом конкретном месте. Вывод. Их выход на улицу российских городов, станиц, поселков, сел и деревень незаконен, и каждый из вас вправе вызвать полицию для привлечения вербовщиков к административному штрафу с доставкой их в отдел полиции для разбирательств. Вербовка сорвана. Цель достигнута. В капкане с сектой не окажутся наши сограждане. Не позволяйте змеям-искусителям нашего времени превращать отечество наше в сборище нейтральной в гражданском извращенной духовном смысле массы. Реагируйте, иначе завтра искусят и разоротят ваших родных людей.